Доброе утро, дорогие друзья! Просыпаемся и встречаем новый день вместе. В эфире программа «Про утро» на телеканале ОТВ и мы ее ведущие Полина Толмачева и Илья Рыков. Та-дам! Сюрприз! На дворе 5 декабря. Это отличный день. Здесь нет окон, я надеюсь, он солнечный. И самое время заряжаться энергией на целый день. И эту энергию мы сейчас прямо отсюда вам передадим. По данным Института семейного устройства, в России около полумиллиона детей, которые являются сиротами или имели такой опыт. А это на секундочку 2% от общего числа всех ребятишек в нашей стране. Ну, я хочу сказать, что в детских домах оказываются не только дети, которые по какой-то причине остались без родителей или их родители недобросовестно исполняли свои обязанности как родители, но также дети семей, которые оказались в трудной ситуации и физически не могут осуществлять опеку. И тогда эту опеку они передают государству. Но не только государству. Еще опеку над такими детьми берут неравнодушные люди. И вот как раз об одной такой неравнодушной женщине с огромным сердцем наш следующий сюжет. Смотрим. Начинается январь. В инваре, в инваре, много зерва в инваре. Один начинает, другие дружно подхватывают. И так во всем. В этом большом доме живут 18 детей. Они ласково называют друг друга домовята. Эта большая дружная семья родилась в марте 2021 года. Ее главная мама, она же директор приюта домовята, долгое время была волонтером. Потом стала брать ребят с непростой судьбой под свою опеку. Мы сотрудничаем с администрацией Одинцовского округа, с комиссией по делам несовершеннолетних. Это те семьи, которые у них на карандаше. Дети из не очень богополучных семей. Либо родители сами к нам обращаются. Есть такие семьи, которые не страдают алкоголизмом, наркоманией. Они просто попали в трудную жизненную ситуацию. Счастливые улыбки, дружба, забота и любовь. Это ощущается сразу, как переступаешь порог дома. Старшие помогают малышам. У каждого здесь свои обязанности. Сегодня я, например, на третьем этаже дежурный. Вечером убираться буду. Потом еще после ужина моют за определенным ребенком посуду. Лепить пельмени, когда столько рук, как и делать любое дело, проще простого. Подъем в 6.00, зарядка, завтрак и вперед за знаниями. Старшие спешат в школу, малыши остаются дома, где с ними занимаются квалифицированные педагоги. У каждого здесь масса увлечений. Кроме того, все ребята получают дополнительное образование. Кто-то посещает художественную школу, кто-то занимается боксом, кто-то учит язык. Ну, в общем, кто во что гораст. И обязательно у нас есть спорт. Раз в неделю мы посещаем бассейн, ребята занимаются плаванием. Кроме того, это трюковые самокаты, это велосипеды, зимой это лыжи, коньки. А еще надо успеть помочь по хозяйству убрать территорию возле дома, подготовиться к праздникам, которые проходят здесь дружно и весело. Четыре педагога учат ребят не только школьным наукам. Главное – привить простые бытовые навыки, которые пригодятся им в жизни. Я умею сшить сердечки и шопер недавно шила. Самое сложное – найти к ребенку индивидуальный подход, говорят педагоги. Разглядеть способности и направить их в нужное русло. О каждом здесь переживают и заботятся, как о родном. Контролирую оценки. У меня, у всех школьников стоит родительский контроль. То есть я посмотрела, куда они звонили, где были. В связи с непростой ситуацией, с каждым месяцем семей, которым нужна помощь, становится все больше, говорит Елена. Поэтому главная ее мечта, чтобы таких домов было больше. И уже в настоящей деревне домовята в любви и заботе росли счастливые дети. Ну что ж, замечательно, что рядом с нами живут такие неравнодушные люди. И, кстати, чтобы больше узнать о своих соседях, о интересных людях, да вообще о людях, которые живут в Одинцовском округе, мы рекомендуем смотреть наш канал ОТВ. Но даже самые преданные наши телезрители не смогут угнаться за всеми сюжетами, которые выходят на телеканале ОТВ. И тут на помощь вам придет наш Ютуб-канал. Попасть на наш Ютуб-канал крайне просто. Для этого надо навести свой телефон на вот этот QR-код, который вы сейчас здесь видите на экране. Мы специально его поддержим подольше. Наводите телефон, сканируете, и автоматически там оказываетесь. А там, чего там только нет? Во-первых, все передачи, которые уже были в эфире. Во-вторых, вас может заинтересовать какой-то определенный момент, вы можете остановить, посмотреть его еще раз. Ну, благодать и удобство, интернет, о чем мы говорим. В общем, вот этот QR-код. Но все это вы сделаете после эфира. А сейчас в копилку ваших знаний опустится еще одна очень полезная, ну, в кавычках, полезная информация про какой-нибудь очередной нелепый праздник от Полины Толмачевой. Ну, про нелепый, Илья Сергеевич, сейчас было лишнее. Праздники, потому что не нелепые, они шуточные, и они поднимают настроение нашим телезрителям. И вот как раз с шуточного праздника я сейчас начну. Сегодня отмечают день ванной вечеринки. Этот праздник призывает отказаться от повседневного такого быстрого экспресс-душа и понежиться в теплой, ароматной ванне с пеной, послушать музыку, помечтать о чем-нибудь. Вот ты знаешь, ты сейчас когда сказала ванная вечеринка, я почему-то себе представил такую картину «Коммунальная квартира». И вот все жители этой коммунальной квартиры ба-бах прям в какую-нибудь такую нашу ванну. И тараканы такие в разные стороны разбежали. Что происходит? Жили же нормально. Какая у тебя богатая фантазия, Илья. Что есть, то есть. Что есть, то есть, да. Ты не любишь принца? Люблю больше жизни. Ты не стучал? Вивьен, я с деловым предложением. И что это? До воскресенья я здесь, и ты будешь со мной. Да? Да. Найму тебя в качестве помощницы. Ты не против провести со мной неделю? Я плачу, а ты на побегушках. Согласна быть на побегушках, просто ты богатый, красивый, ты даром найдешь. Нужен профессионал. Я не хочу заводить романы. Если на круглые сутки, то это дорого? А, да, конечно. Ладно, обсудим. Примерно сколько возьмешь? За шесть дней и ночей? Четыре тысячи. Шесть ночей по триста. Тысяча восемьсот. И дни тоже. Две тысячи. Три тысячи. Идет. Охренеть! Вот я обожаю поваляться, понежиться в ванной. А Илья Сергеевич, наоборот, предпочитает такой экспресс-душ и бегом на работу. Ну, что касается, если утилитарно помыться, то да. Но вот насчет поваляться, тут не совсем верная информация. Дело в том, что я являюсь счастливым обладателем такой большой ванны с пузырьками. Есть у меня вот такое устройство, стоит оно под открытым небом, у меня на даче. Не подумайте, что я какой-то там олигарх или у нас тут на телевидении гигантские какие-то зарплаты. Нет, все совершенно не так. Ну, просто так получилось. Просто места в доме для этой ванны с гидромассажем не нашлось. Угадала? Нет, это была мечта моей любимой жены. Она хотела такую. Но мы думали, ну да, когда-нибудь, там где-нибудь. И, о чудо, один знакомый нам ее, можно сказать, подарил. Он строитель, он пришел на объект, а там хозяин говорит, мне она не нужна, вот распилить ее и выбросите. И все. Он мне тут же занял, говорит, твоя жена хотела? Я говорю, хотела, ну когда-то там. Короче, говорит, у тебя два дня. Два дня. Она вмонтирована в бетонный подиум. Вот, как хочешь ее вытаскивай и увози. А она твоя. Я руки в ноги приехал, и вот она у меня стоит на даче. Ребята, это кайф, вы не представляете. Полный релакс. И она круглогодичного использования. То есть и зимой, и летом. Ну, конечно, вода-то теплая. Шикарно. Дорогие друзья, вот вам ярчайший пример, что мечты сбываются. Это называется запускать аффирмации в космос. Вы подумали, там услышали, и что-то такое произошло. Сформировалась цепь событий, и вы в нее попали. Также ежегодно 5 декабря в нашей стране отмечают день начала контрнаступления российской армии против немецких фашистов. В Москве в 1941 году. Это очень важная была битва. Но я хочу отметить, что там фашисты были не только немецкие, потому что на стороне вермахта воевала не только Германия, а также ряд других стран. Сейчас не будем упоминать, но это было. Но эта победа имела не только стратегическое значение, а также еще и психологическое, потому что доселе непобедимая армия наконец-то была остановлена. И вот возглавил это наступательную операцию Георгий Константинович Жуков, и готовился он, естественно, к ней очень тщательно, потому что это 1941 год. Это еще у нас нет ни численного, ни технического преимущества, и поэтому мы еще воюем практически так же, как воевали в Гражданскую, в Первую мировую. Но постепенно технологии менялись. Так вот, как он готовился? Я доподлинно это знаю. Мне рассказывал учитель труда, который был фронтовик, участник войны. И, кстати, он был участником этой самой битвы. И лично виделся с Жуковым. И это выглядело так. Значит, была построена вся армия, и Жуков шел вдоль рядов и пальцем показывал «ты», «ты», «ты». Он отбирал бойцов, которые пойдут в авангарде. Какого принципа? Принцип очень интересный. Он любил повторять такую фразу. На каждого умного по дураку. Он отбирал умных. То есть просто, насколько лицо было обезображено интеллектом, насколько на нем отпечатывалось какое-то вообще понимание, этих людей он отбирал. Потому что, опять же, из неподтвержденных источников, дураки на войне долго не живут. Гениальный военный начальник. Спасибо, Илья Сергеевич, такую ценную информацию. Также сегодня отмечают День добровольца. Ну, или, по другими словами, День волонтера. Праздник учредили в 2017 году по указу президента России Владимира Владимировича Путина. Ну, волонтерские организации на Руси появились не вчера и даже не в прошлом веке. Традиция эта тянется аж с 19 века. И тогда появились некие попечительные организации, которые как раз брали на себя заботу о сирах, неимущих, обиженных и убогих, так скажем. Ну, на самом деле, все люди-братья, естественно, все имеют право на какую-то заботу, любовь. И, ну, если у одного человека ее много, он легко может передать ее другому. Творите добро, товарищи. Вот на такой патриотической ноте мы переходим к именинникам сегодняшнего дня. Илья, рассказывай, кто родился из великих. Точно не я, но давайте внесем ясность. Ну, давайте вспомним такого русского поэта-дипломата, между прочим, публицист Федор Иванович Тютчев. На минуточку. А также русский поэт-переводчик, мемуарист. Человек, который пишет мемуары. Афанасий Афанасьевич Фетт. Какой сегодня день, 5 декабря, просто богатый на рождение талантливых русских писателей. Ну, кстати, и не только писателей. Есть еще одна очень творческая личность, которая вызывает... Только вот одно упоминание этой фамилии вызывает восторг у всей детворы, потому что 5 декабря родился Уолт Дисней. Продюсер, художник, мультипликатор. И вообще человек-оркестр, человек-затейник. Уолтер Элайс Дисней, так звучит полное имя великого мультипликатора, свой первый Оскар получил в 1932 году за Микки Маус. После того самого знаменитого Микки Мауса. А вообще Уолтер Дисней за свою жизнь получил 26 Оскаров. И это и по сей день остается рекордом за всю историю премии. Ну, как говорил один мой гениальный, тоже знакомый, вообще не нужно больше одной идеи, чтобы изменить всю свою жизнь и, возможно, даже весь мир. Биография Диснея просто прям классически подходит под эту аксиому. Но кроме Уолта Диснея 5 декабря родилась еще гениальная, непревзойденная наша российская и советская актриса Нина Ивановна Русланова. Ну и, конечно же, по такому случаю смотрим фрагмент одного из фильмов с участием актрисы. Миша, вызови сюда старшину Поликарпа Тарасыча. Опять? Он ругаться будет. Я тебе риску дам? Четыре. А, тебе четыре. Сколько раз тебе говорил? Мальчишек не посылай, того и гляди, гранату свистнут. Ты же сам велел, Карпушенька, не обнаруживать себя перед противником. Вот я и выслала разведчика. Соскучилась я, Карпуш. Давно не виделись. С утра все-таки. Мы что стоим? Ну что ты стоишь? Иди, иди. При исполнении я, Катя, не положено. Ты что, стесняешься меня? Да наоборот. Проявляю заботу о человеке. Мне-то что, я военный? Мне профессии положено, от победы к победе, а тебе оставаться с населением. А они, известно, могут и не одобрить. А мне главное, чтобы ты ко мне по-доброму, Карпуша. Я почему пришла, Карпуша? Я спросить тебя, пришла, Карпуша? Я нынче свининку зажарила. Свининку? Я спросить хотела, чем ты ее уважаешь, с луком или как? С луком можно. Можно. А вот приходить тебе сюда все-таки не надо. Женщинам здесь не положено. Не положено? Нет. А почему? Положить некуда. Нет. Нет. Не поэтому не положено, а потому что здесь материальная часть. А женщина, она ведь нематериальная. Нематериальная? Нет. А какая же? Духовная. Духовная. Ну, приходи пораньше. Как стемнеет. Дела. Дела. Устал ты, Карпуша. Рыбка моя. Ну, опять ты за свое. Какую ведь и рыбку. Товарищ старшина, разрешите обратиться? Разрешаю. Курсант Тарасенко для получения белья прибыл. Вас понял. Вольно. А в вашем вопросе, Екатерина Филипповна, мы разберемся. Не сейчас, конечно, но рассмотрим. А пока прошу извинить. Служба. Время, оно неумолимо. Его нельзя повернуть, его нельзя вернуть назад, естественно. И поэтому на данный момент мы уже, что называется, перевалили экватор нашей программы. И это говорит о чем? О том, что наступило время... Гостя в студии. И тут хотелось бы вернуться к дню волонтера, который отмечают сегодня. Потому что к добровольческому движению наши сегодняшние гости имеют непосредственное отношение. И для начала я предлагаю вам посмотреть сюжет. Балаклавы, шапки, толстовки, снуды и другие необходимые в полевых условиях вещи шьет для российских бойцов подполковник полиции Наталья Аверченко. Днем на службе она борется с преступностью, а по вечерам дома вносит свой вклад в общее дело всей страны. Вечером приезжаешь домой, думаешь, господи, сил уже нету. Но потом где-то что-то щелкает и думаешь, нет, надо. Встаешь и начинаешь кроить. Волонтерское движение «Шьем для наших» образовалось в конце сентября и сегодня объединило сотни неравнодушных россиян. Наталья узнала о проекте через социальные сети и не смогла остаться в стране. Это вот большой чат, сообщество такое «Шьем для наших», сообщество по всей России получается оно. Очень много городов туда входит, где женщины не только шьют, но и вяжут. То есть они «Шьем для наших», «Вяжем для наших», потому что все они наши. Средства на закупку ткани и другие необходимые материалы собирают своими силами внутри групп и через организации, готовые оказывать благотворительную помощь. Не зря говорят «тыл фронту», поэтому очень многие предприниматели откликнулись, они посчитали нужным, что на этом деньги не надо зарабатывать, а наоборот. И, соответственно, вот в Питере есть мужчина, он говорит, ну да, у меня маленькое производство, но я вот могу, получается, шнур отдает нам по рублю. Вещи шьют преимущественно из флиса. Материал теплый, а главное быстро сохнет, что немаловажно в боевых условиях. Производство получается практически безотходным. Из остатков шьют носки, а совсем маленькими обрезками набивают подушки для солдат. К благотворительному творчеству подключились мама Натальи и дочь. У мамы всегда идейный человек была, то есть интересные инициативы – это как бы ее конек был. Поэтому, когда в какой-то момент она сказала, я начинаю шить для наших, ну, мы с бабушкой абсолютно не удивились и только держали за нее кулачки. Ну, а потом уже и она нас тоже втянула, так сказать, в помощь. Готовые изделия Наталья аккуратно упаковывает, указывает размер и обязательно пишет слова благодарности и пожелания защитникам Отечества. А с недавних пор к посылкам с вещами прикладывает детские рисунки, которые малыши нарисовали для солдат. Дети их нарисовали, рисунки, с самыми такими пожеланиями теплыми, потому что читаешь, прям слеза наворачивается, чего греха таить. Вот, и, ну, соответственно, тоже так же мы отправляем, потому что, ну, вот, ребята радуются. То есть кто-то где-то у брони носит эти записки, письма, рисунки. На границе с Белогородской областью и линией боевых действий находится пункт по сбору вещей. Благотворительные грузы туда приходят со всей страны. Свои изделия для отправки вместе с другими мастерицами округа и соседних муниципалитетов собирает и Наталья. На следующей неделе у нас идет машина уже туда и будем свозить в этот пункт, грубо говоря, все наши изделия, чтобы посмотреть объемы. Ну и как, хватит нам одной, двух, трех машин, а может быть и больше надо. Ну и, конечно же, в этот замечательный праздник, в День волонтера, мы не могли обойти такую замечательную женщину, между прочим, подполковник полиции, работающий в отделе по борьбе с коррупционными преступлениями. Это если я ничего не путаю. Сейчас узнаем. Встречаем. Наталья Аверченко. Здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле я работаю в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции. Ну вот как-то так. Мы же забыли еще сказать, что по совместительству Наталья волонтер. Ну не мы, а ты. Да, и это на самом деле необычная ситуация, когда у нас работник полиции еще и волонтер. Как вас занесло на эту стезю? В полицию. Давайте начнем сначала со службы. В полицию. Но в полицию меня привела романтика. Очень красиво показывали в фильмах. Да? Соответственно, да, вот с 2004 года я служу в полиции. Но обычно же юноши, да, мальчики, им там это полицейские, там это чш-ш-ш, бах-бах, там супермены. Ну, а тут девочка. А кто, какой прототип и герой, кто вас натолкнул-то на эту мысль? Ой, ты... Ваш любимый персонаж. Огарева 6, Петровка 38, то есть как-то вот оттуда. Василий Луновой. Да, соответственно, Каменская. А родители что сказали, когда вот девочка сказала, я хочу быть полицейским? Папа меня всегда хотел видеть в форме. Он, правда, хотел, чтобы я была военна, но получилось так, что я пошла в полицию. А мама? Мама плакала. Мама сказала, давай. Что с тобой делать? Ну, ведь многие работницы, да, ну, так условно назовем, работницы, полицейские, женщины, сотрудницы, да, когда приходят на работу уже в реальную жизнь, в реальную полицию, да, и когда они сталкиваются с трудностями, сложностями, то есть романтика-то вся, она как пыль слетает, да, и остаются только тяжелые будни. Я знаю, что многие уходят в адвокатуру, например, там, или еще куда-то. Как вам там живется? А, скажу честно, первое время плакала. Плакали? Плакала. А почему? Да. Тяжело было. Тяжело физически, морально? Тяжело было. Просто я пришла в полицию из налоговой инспекции, и здесь уже уголовная ответственность. И как-то вот пропускала через себя, было жалко людей. Жалко через историю. Да, да. А потом как-то, ну, видимо, уже профессия накладывает свои отпечатки, поэтому... Ну, тяжело, да, не зря поются в песне нашей службы «Опасная и трудная». Слушайте, у меня вот в связи с этим вот прям сразу родился вопрос. Ведь как распознать, да, вот к вам попадает человек? Вот он оступился, или он злостный какой-то нарушитель, да? А ведь такие актеры попадаются. У него там три судимости, а он там сидит прям бедный агнец, которого там жалеть хочется. Как вот иммунитив какой-то? Вы знаете, наверное, это с опытом приходит. С опытом, вы уже видите. Да. А первоначально-то, конечно... Всех жалко, да? Да, всех жалко. Я думаю, полицейские, они очень еще хорошие психологи. Есть такое. Есть такое, да? Вы можете сказать, вам в жизни это помогает, в людях разбираетесь? Ну, есть типичное поведение. Не, ну, понятно, что женщины там чуть-чуть бывает, но в целом, да. Как-то сканируешь человека, уже смотришь, это у тебя другой взгляд на человека, оценивающий, что ли. Ну, вот как-то так. А в мужском коллективе как вам трудиться? Потому что преимущественно все-таки в полиции мужчины. Ну, у нас в отделе, да. У вас в основном мужчины. Мужчины, да. Ну, и как, вас, наверное, берегут, как цветочек? Ну, бывает, разные. Разные? И, ну, конечно, день восьмого марта. У нас всегда начальник говорит, у нас нет женщин, у нас есть сотрудники. У нас есть сотрудники. Да. Иной раз там хочется поплакаться, но в целом приходится себя держать. Дали, скажите, а за что любите работу свою? Ну, вот так, если выделить. Вы знаете, я люблю свою работу за то, что, ну, сначала, конечно, все равно скажу, за коллектив, за то, что, ну, вот, с ребятами. Ну, а потом, наверное, потому что, может быть, ты людям помогаешь. То есть есть такое ощущение какой-то высшей цели. Да. Вот, скорее всего, что помощь людям. Вы, как сказать, очищаете нашу планету от преступников. Мы стараемся, да. Ну, нет, ну, естественно. Мы стараемся сделать по максимуму. Я тебе хочу отметить просто как человек, который периодически бывает в полиции. Ну, не подумайте ничего такого. Просто я охотник, и я вынужден, ну, обязан регистрировать оружие, проходить там проверки. Я там бываю. И хочу тебе сказать, и, кстати, вам, и это будет приятное наблюдение, что вот с 90-х годов по сегодняшний день внешний облик сотрудника полиции очень сильно поменялся. Это я прям вижу. Ну, мало того, что там появилось очень много красивых девушек реально в форме. Это очень пикантно смотрится, да. Они стали другими. Они стали другими. Я наблюдаю вот отзывчивость, да. Вот вы говорите, вот людям помогать. И мне действительно кажется, что очень много людей туда идут вот с такой высшей задачей, с высшей целью помочь. Это на мелочах проявляется, да. Вот ты зашел, ты не знаешь, куда идти, проходит мимо сотрудник, говорит, вам помочь? Что-то хотели узнать? И... А где же моя полиция, которую я знал тогда давно? В 90-е, да? Да. Что поменялось в полиции? Вот с момента, как вы пришли, и вот сейчас уже 22-й год, вы пришли в 2004-м. Как-то вообще сотрудники меняются? Ну, облик сотрудника мы уже поняли, вот как нам сказал Илья Сергеевич. А вообще подход к работе? Ну, технологии-то не стоят на месте. Вот я только хотел сказать, давайте узнаем про технологии, ну если, конечно, это можно. Ну, давайте не будем про них. Они все, это не все тайны. Ну да. Нет, ну все равно, мы не стоим на веке, это на месте, соответственно, технологии шагают вперед, там уже больше информационных баз, не то, что раньше там было, каменный век. Ну да, конечно, все в папочках. А сейчас все это компьютеризировано, поэтому... А пользуетесь камерами? Ну, в полиции, я знаю, пользуются камерами, которые уличные, потому что я знаю, что можно следить. Конечно, есть же безопасный город. Безопасный город, то есть это очень помогает, такой подспорье в голове. Ну, я тебе даже могу рассказать историю, которую мне рассказал один сотрудник оперативный. Как было просто по горячим следам раскрытое преступление именно благодаря камерам, да? Люди, нехорошие, негодяи, на месте преступления оставили бутылку, по штрих-ходу которой выяснилось, в каком магазине она была продана прямо тут же, да? И через камеры наблюдения выяснили, что вот они наши герои. Пожалуйста. То есть просто до минуты, в какую минуту была продана эта бутылка, вот они стоят перед камерами, вот они пошли по улице, здравствуйте, турма, ваш дом новый. Компьютерный век. Компьютерный век. Ну, конечно, я думаю, что это прям здорово, потому что в наше время такие технологии, и скоро преступников совсем не останется, мне кажется. Ну, это мечта, конечно, потому что преступники, насколько я понимаю, тоже приспосабливаются к этим технологиям, и очень мило... Обходят. В кавычках, да, обходят. Развиваются. Ну, добро побеждает всё равно, я не сомневаюсь. Это закон материи, да? Добро побеждает. Как вот быть с ненормированным рабочим днём? Он же ведь ненормированный. Он ненормированный. Семья, дети, мужья, бывшие, настоящие. Привыкли. Привыкли. Ну, главное, знаете что? Понимают то, чем ты занимаешься. То есть и мама, и дочка, как мы уже в сюжете поняли, они вам только помогают во всём. Да, они мне только помогают, да. Ну, на этой ноте переходим к тому, что от ненормированного рабочего дня, после которого вечером Наталья приходит ещё и шьёт. Это хобби. Это не хобби, это, я так понимаю, призвание. Расскажите, как вообще, расскажите об этом проекте более подробно. В сюжете мы немножко поняли, но более подробно, как он появился и как вы в него вступили. Ну, начнём с того, что, ну, как бы, сотрудник полиции, да, тяжёлая всё равно работа. И хочется иметь какую-то отдушину. И либо ты путешествуешь, меняешь картинку, либо ты занимаешься каким-нибудь творчеством. Ну, я изначально, до того, как вступить в волонтёрский проект, я шила игрушки, вы видели. Да, прекрасные куклы. И, ну, как бы, там, кое-какие вещи для себя, для семьи, для друзей. А потом пошёл клич как-то вот через социальные сети, где, ну, как бы, и покупала всегда раньше выкройки. Ну, мне так, я интересовалась этим всем творчеством. И кинули клич «Шьём для наших». В связи с спецоперацией, которая проходит. Ну, вот, в принципе, с этого клича всё и началось. Да, мы шьём балаклавы, мы шьём снуды, мы шьём, в принципе, мы всё шьём. Толстовки, флисовые кофты, вся амуниция, тёплые одежды. Даже, я знаю, что носилки. Тактические носилки отшиваются, эвакуационные стропы отшиваются. А где всё это происходит? Ну, не дома же? Дома. Дома? Дома. Я могу себе представить вашу квартиру, да, в связи с этим, да? Да, то есть, так, все отошли, у нас сейчас идёт процесс пошива, амунирования. Ну, примерно так. Дома... Когда в чём спеть-то? После работы, в выходные дни. В выходные дни, то есть вы все выходные дни. Это значит, давайте так, поправочку, да, ненормированный рабочий день, который начинается, наверное, часов 8 утра и заканчивается... Но встаю я в 5.30. В 5.30. А ложитесь? А ложусь. По ситуации? По ситуации, да. По-разному. И это ещё так хорошо выглядит. Так мало спать и так хорошо выглядеть. Научите меня. Вот, Полина, а ты говоришь, я не высыпаюсь. Может быть, тебе надо хобби какое-нибудь или два завести? Да. Действительно, и сразу все... Сразу, да, высыпаешься. Кстати, есть такая очень забавная история, когда один человек жаловался другому, что у него очень тесная квартира, а он говорит, ну, ты заведи кошку. Я говорю, куда кошку-то у меня? Заведи. Завёл. Завёл-завёл. Тесно-тесно. Собаку заведи. Какую собаку? Заведи. Завёл. И, в общем, таким образом заводит-заводит-заводит коня на балконе. Он говорит, конь. Он говорит, ну что, тесно. Да вообще невозможно ходить. А вот теперь возьми и всех продай. Ага, и всё. И сразу место появилось. Это вот так вот можно найти недостающие моменты, элементы. Наталья, расскажите, кому вообще в голову пришла идея создания проекта? Как он появился? Проект, наверное, появился за счёт калужского предпринимателя Сергея, который сейчас находится на границе Белгородской области, с Украины. Он создал проект «Ресторанчик для наших», где кормят бойцов. Бесплатно, естественно. Бесплатно, да. Бесплатно кормят бойцов, либо проезжающих на территорию СВО, либо возвращающихся с этой также территории. И, соответственно, пришла идея ещё их и одевать. Потому что, как мы все знаем, Министерство обороны одевает и одевает, но вещи наши, ну, вернее, не наши, а военных, они всё-таки это расходный материал. Конечно, не нашли. И он приходит, бывает, в негодность, потому что ситуации бывают разные, и она всегда требуется. И, соответственно, кинули клич такой, и получился проект «Шьём для наших», «Вяжем для наших». И все женщины России объединились. Это уже, можно сказать, шьющая армия России. Швейная такая. Надёжные пилы, да, только хотел сказать. Да, пил фронту, да. И всё это отшивается и направляется адресно. Едут машины и доставляют эти грузы, где солдатов потом одевают, ну, бойцов. С этими коммерческими структурами тоже какая-то договорённость о том, что они это делают бесплатно? Есть организации, которые, как волонтёры, они могут предоставить либо там с какой-нибудь там максимальной скидкой ты покупаешь эти расходные материалы, либо передаётся в дар. Вот. Также нам помогают вот недавно мои бывшие коллеги-сослуживцы, перечислили деньги, мы закупили ткани. Потом, по-моему, это футбольный клуб Ромашкова тоже ребята перечислили, закупили нам материалы. То есть всем миром? Да, всем миром. Вчера вот я забрала коробку просто женщины, две неравнодушные, передали целую коробку тёплого белья для бойцов. Ну, а бизнес? Бизнес у нас же где? Где он? А бизнес? Ну, и... Ну, бизнесмены помогают? Ну, видимо, наверное, где-то, да. Господа бизнесмены, активизируйтесь. Добрые дела надо торопиться делать, потому что жизнь, она не бесконечна. А вдруг там спросят за это, а вот оттетить будет нечего. Наталья, ну, как мы уже поняли в сюжете, и я была у вас в гостях, это совершенно универсальные вещи. То есть нуд, он может быть шапкой, повязкой. Кто разрабатывает выкройки? И вообще они все применимы, то есть там у них, они очень универсальны, всё, что вы шьёте, все эти вещи. Вы знаете, там какое-то коллективное творчество, коллективный разум. Вот снуды, которые вот 8 в 1, он делается, может быть, и как баф вот этот. Ну, кто горнолыжники, они, в принципе, знают и пользуются. То есть снуд, баф, можно его как капор использовать, можно как маску, как балаклаву, можно завязать шнур и сделать шапку. Ну, если у бойца порвались в берцах шнурки, шнур вытаскиваешь, и там такая длина шнура, что можно использовать это как шнурки для берцов. Интересная штучка. Жалко посмотреть, мы не можем. Ну, мы в сюжете всё видели. А мне Наталья подарила, у меня дома есть, я тебе всё ещё раз примесу. Наталья Солнце там изобрела вот такой вот проект, скажем так, вот этого снуда 8 в 1. Элина Потыкова, дизайнер, она разработала, оцифровали всё, девочки. А, выкройки. Также балаклавы, да, всё это разрабатывается, эти выкройки. Всё это бесплатно. Нам предоставляется, пожалуйста, те же флисовые кофты, термобельё. Сейчас уже масс-халаты сделали. Девчонки даже додумались до того, чтобы шить бронежилеты. Где-то раздобыли бронежилет, разобрали его на запчасти. Смотрели, что он сделал. На выкройке, да, чтобы... Ну, а плиты потом можно и самим вставить. Ага, то есть они сделают как бы чехол, а плиты они потом вставляют. Это металлические, да? Да, да. Плитники вот эти вот, которые надеваются. Слушайте, я слышал, что есть такая кевларовая ткань, которая задерживает пулю, она там просто завязает в этих слоях, и там нет каких-то металлических пластин. Нет, там плиты вставляются. Ну, разные конструкции. Да, есть они, модификации разные, то есть это бронежилетов с разным классом защиты. Слушайте, ну я, конечно, в шитье ничего не понимаю, вот от слова совсем, но к творчеству я близок, неравнодушен, так сказать. И я понимаю, что это настолько интересный творческий процесс, да, уже не говоря о том, что сама цель, которой все это служит, она, что называется, великая и святая. Но сам процесс придумать же такую штуку, из которой даже можно вытащить какой-то шнур и использовать как шнурки. Это гениально. Расскажите еще, вот у меня в сюжет не вошло, то, что вы вкладываете даже ладонки, где вы их взяли. Это спасибо большое нашему Гребневскому храму, женщины, они передали в дар ладонки, чтобы можно было вложить. Когда мы упаковываем те же там снуды, балаклавы, флиски, девочки флиски в карманчик складывают, там, ладонки или живые в помощи. Ну, все, чтобы сохранить их, чтобы они вернулись домой живые и здоровые. Соответственно, с любовью все это упаковывается и отправляется им туда. Прекрасно. Наталья, когда мы с вами виделись, когда снимали сюжет, у вас в гостях, вы собирались отправлять как раз, собрали воедино все вещи ото всех, вот из Одинцовского округа. И собирались, готовились к отправке. Расскажите, как прошла отправка, все ли доехало, успешно ли? Да, все доехало, нам прислали видеоотчет. Муж одной из наших вот женщин у нас, с нашей компанией, скажем так, кто занимается этим всем, он поехал, но получил спецпропуск, потому что территория особенная. Вот, получил спецпропуск и наш Роман поехал, все доставил, видео нам предоставили, все, что все... Это мне приятно. Это очень приятно. Вы знаете, первое время, я помню, когда сшила первые 16 балаклав, я села, смотрю так и думаю, неужели я это сделала? Это за один вечер, я сейчас спросить. Да, да. И я такая сижу и думаю, неужели я это сделала? Они упакованы. Я думаю, круто вообще. Ну, появился, наверное, такой спортивный азар. Да, да, да. А могу ли я сделать теперь 20? Хотя вот иной раз приходишь, честно скажу, с работы, думаешь, сил нету. И потом думаешь, ведь они же там мерзнут. У нас же в жизни ничего не поменялось. Мы как ходим на работу, так и ходим. Как едим, так и едим. То есть наша жизнь, вот она такая есть, а они там делают, чтобы мы именно здесь жили. Наталья, скажите, а мы можем сами посмотреть и показать нашим телезрителям вот это видео с благодарностью, которое вам прислали? Да, конечно. Ну, тогда смотрим. В балаклавах, да, нашли рисунок. Ночью открывали балаклавы, чтобы одеть, и было очень приятно увидеть рисунки. Дошло до драки-дела, все начали открывать, у кого-то не оказалось рисунка, оказалась записка. И ты расстроился, да? Я расстроился, что нет рисунка. Так что очень приятно, и конфета внутри было. Спасибо большое. Ну, конечно, можно бесконечно рассказывать о их хобби, и что называется за жизнь, но, к сожалению, временные рамки программы, они не бесконечны. И у нас есть такая рубрика, называется «Блиц-опрос». Мы задаем несколько вопросов, а вы должны быстро, не задумываясь, на них ответить. Это очень простые вопросы, но нужно ответить, что всплывает в голове в первую очередь. Давайте. Так, готовы? С чего начинается ваше утро? С кофе. С кофе мое тоже. Ваш идеальный день? Ой, когда мало звонит телефон. Как вы считаете, ваше самое лучшее качество? Доброта. А самое не очень хорошее? Люблю полениться. Если бы можно было изменить одну вещь, одно событие в своей жизни, что бы вы изменили? Ничего. Достойный ответ. Что, по вашему мнению, каждый человек обязательно должен испытать в жизни? Хотя бы раз. Мне кажется, удовольствие от того, что он делает. Чего вы боитесь больше всего? Войны. Да. Если бы можно было встретиться с любым человеком на этой земле, когда-то жившим, ныне живущим, известным, неизвестным, с кем бы вы пообщались? С отцом. Его нет уже, да, с нами? Если бы не полиция, тогда что? Тогда будет туристическая деятельность. Потому что, по первому образованию, у меня туризм. Прекрасно. Наталья, спасибо вам большое за то, что вы пришли, оторвались от службы. И огромное вам спасибо за то, что вы делаете. Да, спасибо. На самом деле, низкий поклон всем женщинам России за то, что они делают. Низкий вам поклон барышне. А вы можете прямо сейчас лично передать. Девочки, я так рада, что я с вами в команде. Спасибо вам огромное. И низкий вам поклон. Наталья, ну мы с вами прощаемся. А с вами, дорогие телезрители, не прощаемся. И увидимся буквально через 20 секунд. Не переключайтесь. Как говорится в одной английской пословице, если вам за 50 вы проснулись, и у вас ничего не болит, значит, вы умерли. Ну это, конечно же, шутки, но в каждой шутке есть доля правды. Ну, это, конечно, вполне может стать реальностью, да. Помнишь знаменитая фраза Гоши Куценко из фильма «Упражнение в прекрасном», когда я его спрашиваю, да, его персонажа. А почему вы 40 лет не празднуете? А что праздновать-то? Он говорит, вам 40 лет, вы точно знаете, где у вас сердце. Из машины вышел сразу мениск, танцую только когда пьяный, на пляже хочется сразу одеться. И лучше, говорит, уже не будет. Вы станете все это праздновать? Я, говорит, лично нет. Но если заниматься своим здоровьем, уделять этому хоть какое-то время и какие-то усилия прикладывать, то вполне все может быть не так плачевно. Ну что ж, а для мотивации рекомендуем смотреть наши полезные рубрики. И открывает блок полезных советов, конечно же, рубрика о самом важном, что есть у каждого человека. Смотрим рубрику про здоровье. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И говорим про здоровье. Конечно же, я продолжаю делиться своими авторскими полезными рецептами смузи. И сегодняшний рецепт не оставит равнодушным ни одного члена вашей семьи. Понравится и детям, и взрослым. Еще раз хочу напомнить про пользу смузи. Это вариант, который может позволить вам съесть суточную норму клетчатки в день. Нам всем известно, что мы должны съедать около 600 грамм фруктов и овощей и зелени в своем рационе ежедневно. Это 30-40 грамм пищевых волокон. Как их получить, просто употребляя это за обеденным столом? Это сложно. Поэтому смузи – это такой хороший вариант полноценного завтрака и употребления ежедневной нормы клетчатки. Ну и, конечно же, приступим к приготовлению нашего полезного смузи. Я беру чашу блендера и начинаю приготовление. У нас в нашем смузи будут ягоды. Поэтому приготовьте ягоды, которые вам нравятся. У меня здесь брусника, далее у меня голубика, ежевика, клубника и банан. Я начинаю закладывать это в чашу блендера. Так, ягоды кладем в стакан, добавляем банан, половина банана и клубника. Если нет свежей клубники, можно взять замороженную. Это не критично. Посмотрите, какой красивый получился у нас фруктовый набор. И балансируем все водой, обязательно. Ну, сейчас я еще хочу добавить сюда кефир. Можно просто на воде, можно на молоке, можно на кефире. Кому как нравится. Готово. Заложили. Идем блендерить. Наш смузи готов. Всем доброго утра, прекрасного дня, отличного настроения. С вами была Анжела Серошка. Ну, воистину, говорят, женщины с Венеры, мужчины с Марса. И взаимопонимания между ними подчас не происходит. И, наверное, можно эту доктрину отнести к своему внешнему виду. Ну, мужики как они? Встал, ноги в носки сунул и пошел. И все нормально. Причесался, все хорошо. Я, кстати, сегодня такой легкая небрежность. Я решил поэкспериментировать с образом, между прочим. Но, друзья мои, к этому вопросу женщины относятся совершенно по-другому. Они могут часами уделять время своему мейкапу, одежде, прическе. И, конечно, нас это фантастически все радует. Но, чтобы не испытывать ваше терпение, давайте скажем так. Сейчас будет рубрика про бьюти. Доброе утро. С вами рубрика про бьюти. И я, Варвара Марусейченко. Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно наносить тени для того, чтобы в течение дня они держались и даже на самой жирной коже они не скатывались. Сейчас на модели я вам покажу, как наносить тени. Базы, на самом деле, я очень редко использую. Я больше использую либо кремовые тени, либо жидкие тени. Они достаточно очень хорошо в течение дня держат наш макияж. Наносим тени на все подвижное и неподвижное веко. И растушевываем, для того, чтобы у нас не было четких границ. Я взяла натуральные тени, для того, чтобы они очень хорошо втушевались в кожу. И, как видите, я наношу такими прибивающими, похлопывающими движениями. Не размазывающими, не растягивающими, а именно прибивающими. В чем и секрет теней, для того, чтобы их нужно просто вбивать. И растушевываю все границы. И теперь кремовые тени мы будем фиксировать сухими тенями. Набираю самый светлый оттенок. Немножечко убираю на руку, для того, чтобы не переносить много на лицо. И так же, похлопывающими движениями, не размазывающими, я не растягиваю цвет. А наслаиваю его слой за слоем. Тогда у вас тени держаться будут целый день. Потому что самая большая ошибка многих женщин о том, что они просто вот растянули. И на этом макияж закончился. А на самом деле тени нужно плотненько-плотненько вбивать. И наши границы точно так же пушистой, мягкой, натуральной кисточкой мы растушевываем. Открываем. Вот такой у нас результат получился. Я надеюсь, что мои рекомендации были для вас полезны. С вами была рубрика про бьюти и я, Варвара Марусейченко. До новых встреч. Милые дамы, и не только дамы, мужчинам наша следующая рубрика тоже будет интересна. В погоне за красотой телесной не забываем о пище духовной. А вот этой духовной пищей с вами поделится Илья Рыков в рубрике про искусство. А это как в мультике вашу маму и тут, и там показывают. То есть сейчас я сам буду рассказывать про искусство. И, между прочим, это интересно. Мавзолей Тадж-Махал в Агре, в Индии, считается одним из самых великолепных сооружений в мире. Легенда гласит, что Падишах-Шах Джахан построил этот дворец в знак скорби о своей жене, которая умерла при родах. И для того, чтобы больше никто и никогда не смог повторить подобную красоту, он выколол глаза и отрубил руки всем тем, кто был причастен к строительству. Но прямых доказательств этому нет, поэтому считается, что это всего лишь легенда. Очень похожая легенда окутывает и наш знаменитый собор Василия Блаженного, который стоит на Красной площади в Москве. Дескать, по преданию Иван Грозный тоже ослепил Зодчих. Ну, от Ивана Грозного можно было бы такого ожидать. Однако есть и другая история, которая гласит, что Зодчих просто посадили в тюрьму, после того, как в одном из пятийных заведений, будучи нетрезвым, Зодчий хвастался, что может построить собор еще лучше, чем этот. Ну, естественно, такого уже Иван Грозный точно терпеть не стал. Полина, скажи, вот ты выращиваешь комнатные растения? Выращиваю, но с переменным успехом. Некоторые приживаются, некоторые... Все. Может быть, надо их ближе к свету солнечному или к теплу? Многие растения не любят, наоборот, солнечный свет. Это нужно, в этом нужно разбираться. Ну, нюансов много, согласен. Чтобы разбираться в чем-то, надо иметь информацию. И сейчас будет как раз нужная информация про цветы. Всем доброе утро. С вами рубрика про цветы. И я, Дарья Ромашева. Сегодня я расскажу вам, как правильно подобрать комнатное растение под сторону солнечную или теневую в вашей квартире. Скажем, у вас солнечная сторона, и окна выходят только на нее. Здесь прекрасно подойдут растения, которые выращены в теплых странах. Это кактусы, саккуленты, аморилисы, финики, драцены и также всеми любимые орхидеи. Как распознать такие растения? Это довольно просто сделать. У них вытянутые, темные и плотные листья, потому что они набирают в себя как можно больше жидкости. А еще хочу вам показать растения, которые подойдут для теневых окон. Это кофейное дерево, замиакулкас. Кстати, они очень неприхотливые растения. Им достаточно полива раз в 5-7 дней и периодического протирания листьев. Их также можно отличить по характерному цвету листьев. Они темно-зеленые. Они красиво дополнят интерьер и будут замечательным зеленым другом в вашей квартире. С вами была я, Дарья Ромашева, и рубрика про цветы. Желаю вам чудесного настроения. Дорогие друзья, ну а чтобы легче находить время на выращивание цветов, занятия спортом, прочтение любимой книги, нужно правильно планировать свой день. И рекомендуем прислушиваться к советам звезд. И как раз сейчас у нас в эфире рубрика про гороскоп от Виктории Штельхорн на всю неделю. Смотрим. Мне как раз, кстати, стало интересно, да, представил себе на секунду такого человека, который планирует весь свой день и вообще всю свою жизнь по гороскопу. Интересно, как у него вообще успехи будут. Но вы можете мне не верить и базироваться на собственном мнении. Гороскоп вам в помощь. Приветствую вас. Меня зовут Виктория Штельхорн. Это рубрика про гороскоп. Посмотрим рекомендации для каждого из вас на грядущую неделю. Карты готовы. Овны. Семерка мечей рекомендует вам на этой неделе быть открытым к переменам. Не пытаться где-то пойти немножко против правил, либо поменять абсолютно свой план, быть гибкими, быть открытыми к новым предложениям, возможностям, к новым путям. Потому что именно в этой гибкости будет ваша возможность. Также семерка мечей рекомендует вам на грядущей неделе быть внимательным к тому, чтобы кто-то или что-то не спутало вас, чтобы информация была достоверная, все было проверено. Обязательно все перепроверяем. Внимательность крайне вам полезна грядущей неделе. Тельцы. Карта Мир 21 стаж Аркан рекомендует вам быть открытыми и, ну я бы даже сказала, тепеливыми, толерантными к другим людям, к другим мнениям. Потому что именно эта открытость может открыть перед вами новые врата, новые возможности, новые пути развития событий. И дать вам какие-то ресурсы, которые вам необходимы. Кроме того, Карта Мир рекомендует поинтересоваться чем-то новым. Изучить какой-то другой язык или, возможно, изучить какие-то новые направления в деятельность, получить какое-то новое хобби, либо пообщаться совершенно с другим, незнакомым, непривычным кругом людей. Близнецы. Пятерка Пентакли рекомендует вам на этой неделе не бояться выйти из зоны комфорта, а наоборот мотивировать себя. Найти поддержку, найти то или того, кто сможет вас поддержать и направить на пути перемен, помочь вам, смотивировать вас. Найти какую-то точку опоры для себя, чтобы вы не оставались на месте, а действительно начали двигаться вперед. То есть найдите то или того, кто поможет вам убрать страх перед переменами. Рак. Для вас рекомендация – это Карта Умеренность. Всему нужна мера, всему нужен баланс. Поэтому найти вот этот оптимальный баланс, оптимальную гармонию, оптимальную величину того или иного в вашей жизни – это рекомендация вам на неделю. То есть гармонизировать и работу, и отдых, и активность, и пассивность, и где-то там стараться отдаваться, тратить энергию и где-то ее сберегать, наполнять. Так что вот Умеренность пускай вас на этой неделе научит. Обязательно во всем знайте мир. Львы. Девятнадцатый старший аркан солнца рекомендует вам просто быть собой, быть открытыми, настоящими, дружелюбными и не забывать о том, что радость в мелочах. Действительно видеть вот эту искреннюю, простую радость во всем, и это будет давать вам невероятное количество сил, открывать перед вами какие-то новые возможности. Также девятнадцатый старший аркан рекомендует вам не бояться активной жизни, не бояться суеты, не бояться разрыва некоторого в делах, когда вам нужно успеть одновременно очень много. Вы со всем справитесь. Девы. Королева кубков рекомендует вам, во-первых, уделить внимание своей красоте и здоровью, во-вторых, своим эмоциям, эмоциональному состоянию, атмосфере и обстановке. Окружите себя, ну, правильным, прямо я бы сказала, настроением, в котором вы будете чувствовать себя максимально комфортно, безопасно, уютно, который даст вам дополнение силами, потому что силы, которых вы сейчас наберетесь на грядущей неделе, похоже, вам в будущем очень пригодятся. Весы. Туз Пентакли рекомендует вам быть открытыми ко всему новому, особенно к каким-то новым начинаниям. Даже если вы долго откладывали какую-то идею, думали потом, потом, в следующей неделе, когда-нибудь однажды, вот на этой неделе начинайте. Попробуйте сделать первые шаги в различных направлениях уже сейчас. Может быть, это тема отношений, денег, карьеры, реализации, неважно. Попробуйте сделать какой-то новый шаг, новое действие, опробовать что-либо. И также Туз Пентакли – это семя, которое мы садим для того, чтобы вы выросли плоды. Что вы можете сделать уже сегодня для того, чтобы в будущем у вас появились весомые результаты. Скорпионы. Четверка Пентакли вам рекомендует быть очень практичными, прагматичными, очень внимательными к деталям и, я бы сказала, таким вот рациональными. Опирайтесь на факты, на четкие условия, на однозначно уверенные обстоятельства, а не на какие-то выдумки и ожидания. Также Четверка Пентакли говорит, что вот в данный момент, на данную ситуацию, на данную секунду действительно синиться в руках намного лучше, чем журавль где-то в небесах. Важно позаботиться о своих базовых потребностях и об основе, какой-то собственной опоре, защите, устойчивости и надежности. Вам нужно почувствовать эту защиту. Стрельцы, король Жезлов рекомендует вам не смущать свои амбиции, а вот прямо раскрыться на максимум, позволить себе истинно желать то, чего вы желаете, позволить себе, задать себе и своим действиям, своей карьере, своим желаниям, своим планам и целям такие масштабы, которые действительно у вас имеются внутри. Не ограничивайте себя, не тормозите себя. Постарайтесь сделать что-то на этой неделе, что вытолкнет вас за новые горизонты в том или ином направлении. И также, король Жезлов рекомендует быть настойчивыми, очень настойчивыми. Козероги, тройка мечей рекомендует вам на этой неделе довести до конца какие-то недоговоренности. Договориться, помириться, подписать договор, поставить точку, подать документы, довести до конца, особенно вопросы, связанные с бумажками и документами, с какими-то договоренностями, контрактами и тому подобное. И плюс, также тройка мечей, это некоторое обещание самому себе. Схватит уже метаться влево-право, то ли да, то ли нет, то ли хочу, то ли не хочу. Поставьте точку в собственных принципах и решениях. Водолей, девятка кубков вам рекомендует на этой неделе потратить время на радостный момент. Вот просто радость, просто хорошо провести время. Вкусно покушать, встретиться с приятной компанией, провести время в приятном для вас месте. Уделите этому время, себе время. А также, эта карта рекомендует обязательно радоваться тому, что вы уже имеете. Тем результатам, которых вы уже добились, а не пытаться бесконечно гнаться за чем-то новым. Рыбы. Нулевой аркан шут вам рекомендует быть, я бы сказала, налегке на этой неделе. Действительно легче относиться к многим событиям, которые будут происходить. И не бояться отпустить контроль, не бояться не проконтролировать что-либо. Многое может случиться самостоятельно, многое может решиться и без вашего влияния, без вашей вовлеченности. Просто принимайте это. Кроме того, карта шут рекомендует быть открытыми к радости, открытыми ко всему. Быть немножко детьми. И вот увидите, радость вернется. Все. Всем замечательной недели. Мы с вами увидимся. Ну что, наша программа подошла к концу. Ну а день только начинается, и неделя только начинается. Проводите этот день всю неделю с пользой и обязательно с хорошим настроением. Каждый день надо намечать себе вполне реалистичные планы и следовать их выполнению. С гороскопом или без гороскопа решать вам. Ну а мы увидимся с вами в самое ближайшее время. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»